Дорогой, как хорошо, что мы выбрались из Москвы! И куда? За границу! Ну, курица не птица, Беларусь не за границу! Так-то да! Но все-таки странно у них читать, они с ошибками пишут. Аптека! О, чигуначный вокзал! Ничего, дорогая, не переживай! Скоро окончательно присоединим к России! Не будет здесь этого мракобесия! Да уж, скорее бы! А то я спрашиваю, где туалет, а меня в прибиральню отправляют! Че это такое вообще? В прибиральню! Ну ладно, не переживай, короче! Сейчас давай узнаем у кого-нибудь, что тут можно поделать вообще! Э, уважаемый, этот, бульбашонок! Э, можно тебя на секундочку? Витаю, наволочи! Это мы наволочки? Мы наволочки! А ты че, вообще уже на голоду обмордел? Это у нас так, вельми поважных людей в Беларуси называют. Ааа, ну так-то мы, да, мы, правда, там очень поважные люди! Э, 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 да, самое, че хотел спросить-то, расскажи, че почем у вас тут? Где, че можно поделать такого интересного? Ну, можно у любых районных отделов внутренних справ съездить, Там ходят незвучайные люди, вельми подобное доживел. А, квадруберы, че ли? Че, че вам пораить? Бось, бачите гэтых милицьянтов? Подыходите до их и кажете, революция – это лучшее, што случалось в Беларуси. Даешь революцию в Беларуси? Хм, не, ну че, так-то я согласен с этими нарративами-то. Я, ну, буду ци вельми рады чуть гэта. И одячать вам от всякого беларусского шторого сердца. Ха, ну нормально, че, хорошо. Ладно, спасибо тебе, бульбашонок, давай, пока. Ха-ха, мы пошли. Ты это, кстати, учи нормальный язык. Да. Добрый. Окей. Эй, на ночи. На ночи. Революция – это лучшее, что было в Беларуси. Даешь революцию в Беларуси. Ура, ура. Ура. Ну класс, класс. Ты бачишь, что робец, як у театры выступаю? Привітання, з вами программа «Хайтак». Хайтак ТВ, у эфиры «Хайтак ТВ» у студии Михаэль Зуи, Дмитрий Ясеневич. Вось вы зараз проглядели скетч, як іншаземцы празднують день «Червоного календара». «Червоного календара». Кастрышинскую октябрьскую революцию. Да, у нас все они. А у нас свои святы у Беларуси, у нас новые святы. У нас новые флешмобы у Беларуси. Все говорят «надо» про слово. Да. Хочуть, не хочуть, а ле треба. И треба, кажется. Уже все, на всех мовах. А ле, усе ведыце, гэта флешмоб, навыц мы у им паудельнішали, а ле мы зарабили полную версию, сказали «надо ела». Ел, надо ел. Надо ел, надо кучу. Вось, а ле Лукашенко ж не верыць у той, што гэта рэпидавана. Ну, знявацку не ек там, да. И он сказал, што, кэгда это увидел и услышал, далі цитата, Эйсмант сказал «это ты организывал?» «это ты организывала». Клялась, што не ана. Клялась, што не я. Далее, што сказал Лукашенко. Ну, люди так отреагировали. Кто первые творческие? Я удивился, творческие люди в жлобине крикнули «надо». Ну, и понеслось. Я рад, што это такое всеобщее одобрение. Но не дай бог это что-то организованное. Не дай бог это организованное что-то. Не дай бог. Еще раз. Не, до всього ставьте до неорганизованного. Выпадкового. Уч гэте парады на 9 мая. Это все так спонтанно. Люди захотели просто. Это все, как требует. Приходит 9 мая. Станки уже стоят, ждут. Просто, да. Это все приходит. Творческие люди... Спас уже яблоки покатились. Понимаешь, что там у космоса уже выросла. Космонавтка подросла. Все, лететь уже надо. Оно течет, как, знаешь, в китайской жизни, жизни книги жизни. Все течет и изменяется. Вот. А про мосты? Про мосты давай поговорим. Почекаешься про мосты? А я хочу... Диму уже наконец программа. А я хочу вернуться. А як ты, вот, наприклад, или мы уже про святы кажем, як ты означаешь 7 листопада? Что за подставы? Ладно. Апраную с короной плащ. Наган. 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 Нагайку. Наган. И хожу... И колготы черные. И колготы черные, червонные на тих самых, на пцасах. И хожу по парках. Это когда уже дятей у садик завез, там жонка на пцасах. Да, уже душу отвожу. Протягнем. Не дай мне покоя гэты флешмоб, и не только мне одному. Ну, а Зароник же сказал, что Зарос сказал. А для тех, кому не надо, у нас тоже аргумент найдется. И он... Давай я покажу. Да. И он достал плетку. И он достал пуху. И погражал. Я бы хотел, чтобы он весь свой БДСМ-арсенал продемонстровал. Ну, уже пора. У него же петля. Ну, если кому-то не надо, да, там шарик молчун. Мы к вам придем домой. Ну, или маску это с молнией. Якую надевает на ночь. Я уже боюсь сказать... И спадки. Про пробки всякие там с хвостами. Это только на Новый год стреляет. Президент Республики Беларусь Александр Рыгорьевич Рукашенко сказал. А я ж не веду. А я веду, Дима. Я тебе скажу. Что сказал Лукашенко про мосты? Ты же удастывайте. Местные жители поэтично называют мосты маленьким Парижем. Ошибаетесь, поверьте. Мосты сегодня привлекательнее Парижа. Разбитые витрины, сожженные машины, клопы, криминал, прошлое мигранты. Все это мы видели в репортаже с Олимпийских игр. Поэтому иностранцам очень нравится в нашей чистой, безопасной, комфортной стране. Они сюда с удовольствием едут, несмотря на вранье, которое распространяют о белорусском государстве. А грязная река Сена в подметке не годится нашему величественному полноводному Неману. Особенно в районе чего? В районе мостов. Тобок не мостов, а мостов, где находится самый большой в Беларуси подвесной мост. Нет, должен был сказать, клопы, темнокожие, костры гараж, машины перевернутые. Потом он говорит, а река Сена, Сена, Сена заготовили. Ще он переключился. Он должен был, как Брежнев тогда уже сбивался. Биполярочкой еще. Сена, а что Сена? И пошло про Сена. Ну, неважно, просто слово кинь. Ну, раньше можете поглядеть на выявы с этого свята, с дожинок. Да, там самое такое, что отбитное было, в прямом сенсе, у литерально отбитное. Это, как жадко, вот этот вот барабан крутится. Комбайн. Да. А вот так в мостах на дожинках зарит мясо. Классное изобретение. Комбайн кебаб, а еще что там было? А, на речи, надо было написать, люля кебаб, кинг кебаб. Сверху, да, кинемся. Хорошо, Дим, молодец. Да, на речи, вот есть жанр, который уже устреливался. Агротрэш, все, кажется, агротрэш. Так, пшонка стая, там, наприклад. А это уже агрохоррор. 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 Высокотехнологичное. А ты бачу дзятей, гэтых ляльки, дзятей, ну, резиновые ляльки дзятей? Ну, зараз поглядзем. У капусти такие, и ты с такими вачами глядзять на себе, б***ь. И капуста гэта ляжет. Так, а я разовью, что еще у мостах было? Якие еще были такие для людей, який фан подрихтовали. Так, шашки консервными банками с паштетом. Кто выиграл? Я не веду, дамка, кля дамка, так это просроченная, напевно. Вельмес падабаусе бильярд бульбай. Это не бильярд, Миша, это снукер. Это снукер. Слухайте, я думаю, что нам, конечно, треба бульбу вводить у все виды спорта. Давайте, напишите, дарайше, у каких видах спорта была бы придатная бульба. Я придумал, можно я? Давай, давай, Дима. Теннис, великий теннис. Одна подача, одна подача, что долетая, то отбивается уже хер с ним там, знаешь? Да. И потом ляди, и все, сошмется потом, бабку робишь. Там такие мальчики бегают, которые возле щетки, хоп, собирают эту талерку. А я тебе скажу еще, бадминтон. Только видишь, что бадминтон проросшенной бульбой. А в чем прикол? Ну, она проросшенная акваланчик. За глазками. Это ты! Молодец. Ну что, Гаврильчик, сядешь ты у меня, ой, сядешь. Это тебе не растрата в 20 миллионов. И не те два цеха, которые ты распилил, распродал и построил себе дачу за городом. Это намного серьезнее. Это республиканский добровольный флешмоб. Надо! Сергей Андреевич, я вам уже говорил тысячу раз, что я для этого надо все сделал, как надо. Тогда почему твои работники не записали видео? Надо! А оно им надо. Ну, когда у тебя будут имущество забирать, тогда так и скажешь. А оно мне и не надо! Не, ну ладно, ладно, не горячитесь, не горячитесь. Я вам правда говорю, я сделал все, что от меня зависело. Я им уже и премии предлагал, и отдыхулы. Они не в какую. А смекалку ты проявить не думал? Вон у директора МАЗа работники тоже отказались. Но он амортизаторами слово «надо» выложил и прокатило. Там в областной больнице. Там людьми слово «надо» выложили. Что, вы хотите сказать, что главврач заставил своих врачей лечь в слово «надо»? Не совсем главврач. Директор Морга. Да и уговаривать там особо не пришлось. То есть просто бирки на ногах посрезали, чтобы их на видео не было видно. Да и все. Знаете что, извините меня, пожалуйста, у меня на заводе директора Морга нет. Знаешь что? Вот у директора коммунарки его тоже нет. Но когда к нему ГУПО пришел, он сам слово «надо» выложил. Шоколадом? Ну, по цвету почти. Значит так, Гаврильчик, не подведи, чтобы завтра было видео от твоих работников со словом «надо». Понял? Все. Давай. Потом верну. Ну что, Гаврильчик, получилось? Твою ж мать! Это ж лобучие тебе-то? Ага. Я им ради этого надо. Аванс раньше выдал. А они мне люлей. Но видео все равно получилось сделать. Трак-трак-трак. Мужики, вы что? Не надо! Не надо! Не надо! Там только это, слово «надо» будет обрезать. И как раз получится «надо». Это не проблема, Гаврильчик. Мы в 97% всего этого видео со словом «надо» не обрезаем. Так что молодец. Все. Молодец. Потом верну. Все. Молодец, Гаврильчик. На Добрышской паперовой фабрце поставили тумбу с цитатами Лукашенко. О, Боже. Что может допомогнуть человеку працовать? Цитата первая. Я вас поздравляю. Эпопея со строительством этого уникального предприятия закончилась. Первая цитата натхняльная. Все у статусе себе додайте. Вторая. Эта перспектива, запятая, развитие не только для Добрыша, но вообще для Гомельской области. Ну, так само. Стомился, почитал. А пошли цитата. Я хочу, чтобы вы это ценили. Василевич продает свой айфон, який побывал в космосе. Да, да. Василевич продает свой айфон за 2 500. Купил бы? Ну, купил бы, ну, конечно. Ну, же там был. 2 500. Радио, радио, радио. Помнишь ли, как эти? Да, помни, помни. Да. Мы же там были. Не, я к тому, что, может быть, она взлетала зиму в космос. Так она же какую-то так продает. Короче, вот подумайте сами, кто хочет купить. По-перше, ну, будет она прослушаться. По-другому, там будут все эти, ну, сочиться будут все эти приписки. Там внедрены всякие будут боты, чаты, черви. А Олег, когда я на туда взлетала зиму, она привезла який-нибудь вирусняк космичный, как в этих фантастичных фильмах. Чужого маленького там привезла в него. И он выпал. Усилевич Чужой. На лицо, на тварь кинется кому-нибудь. Будешь бегать. А потом размножиться вообще. Все эти милицианты заколупаются отстреливать по дворам. Монтировка, а не будет монтировка этих хэткрабов ловить. Михаец, дороженький, Михаец, скажи, а какую ты ведешь самую великую лечбу на планете Земля? Лечба Грема, я веду, такая есть. А пошел ты. Я не знаю просто, что это. Такая большая, громадная. Которую никто не может прочитать. А яка очень виновина? Я просто про то, что Россия выставила в гуглу штраф. И, дякую, че это новое, я доведу все про такую лечбу. У два ундециллиона доларов. Что? Так я не придумал. Я даже придумал. Откуда? Грем, ну, видать, может, грем на величей. Я просто у дзятинстве ведал. Там, 600 миллиардов сексильонов до моря до неба. Живачек у меня, у меня в кармане 600 миллиардов живачек. И тут Россия выставляет два ундециллиона. Что, откуда, куди? Вот Грем даже учить, заразумели. Кольки два ундециллиона? 36 нулей. 36 нулей? Ну, они хранили, что ли? И они заснули там на клавиатуре, коли писали. Кольки гуглу, давай, давай, давай. Тис-тис, не больше, больше, все заснули. 30 нулей. Ну, а столько дадим. Досылай. По немане у Литвы приплыло кола, начиненное цигаретами. С джипи этим, эс-трекером, короче. И вот, значит, этим выловили. Ну и все. Вот 4,4, оценивается в 4,400 евро, короче. Ну, потеряли эти, кто принимал там. Просто смешно. Просто знаешь, есть такая поговорка. Сиди и жди, пока трупы врагов проплывут там, да? Пока что колеса пошли. Чекаем, чекаем. Опа. Сергеич, беда. К нам с польской стороны человек прибыл. Так в чем проблема? Давай по отработанной схеме. Забирай еще толковое, что везет. И к чекистам на допрос. И некер таким на свободе шлятся. Так это не наш, это поляк. Грибник? Что, заблудился? Да какой грибник? Это, я тебе говорю, поляк по безвизу в Беларусь съедет. Ну-ка, дыхни. Сверорозы, скочина. Я понял. Где-то скрытая камера меня снимает. Да, Димка, какие трески. Грибник, прекрати, говорю, что поляк по безвизу едет в Беларусь. Вот даже паспорт есть его. О, прикол. Я так я только укинул видео. Ладно, хрен с ним, с паспортом. Веди сюда этого поляка. День добрый, панове. Честь, честь. Как звать, пана? Я с тем Кшиштоф. А Кшиштоф? Ты что сюда, Кшиштоф, приперся, а? Тебе что, дома не сидит? Или ты проблем на свою жопку ищешь, а? Не, не, то просто слушаю вашего президента, что здесь все танее. Ну там, грешка, прешка, соль, вода. А что еще для жизни нужно? Ну, ну так, ну. Ты что, дурак? Ты что, дурак? Для чего? Что же нужно для жизни? Есть у меня. Смотри, дружочек. Короче, видишь? Давай карманы. Сейчас я тебе дам адресок, чуть попозже, да? Ты по этому адресочку идешь, а там пан Томаш, ты ему цигарки отдашь, а он тебе взамен и гречку, и соль, и водечку. Понял? Ну так, и водечку? О, ну, водечки нема. Есть вот такое вот, хорошее белорусское вино. На, ему тоже передашь. Кстати, можешь для храбрости вальнуть. А, ну то добре. Бардо дякую, ну то я пошагу. Адрес, стой, стой, адрес возьми. Все. Давай, пошел. До видения. До видения. А ну иди работа, че стоишь? Мне падается, што на наступных выборах у Беларуси уже любой може пойсти. И жук и жаба. Глядишь, шо гэтый спис гэтых людзей, які там балатуюцца, усе без выключэня. И жук и жаба. Дык може нам такую, так само партию зарабить. Песеньку. И песеньку. И жук и жаба. И гу, и этот, и лозунги. И лозунги. И все. И все. И все. Глядзите. Жук и жаба. И жук и жаба. Жук и жаба. Жук. И жаба. Жук и жаба. Жук. Таракан жук